Параметры районного бюджета на 2021 год составляют прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 701 237,3 тысяч рублей, общий объем расходов районного бюджета в сумме 745 861,1 тысяч рублей, дефицит районного бюджета в сумме 44 623,8 тысяч рублей. Источниками покрытия дефицита бюджета будут являться остатки денежных средств на счетах по учету средств бюджета по состоянию на 1 января 2021 года. Что касается основных характеристик районного бюджета на 2022-2023 годы, то общий объем доходов районного бюджета прогнозируется на 2022 год в сумме 783 1006,6 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 725 959,9 тысяч рублей. Общий объем расходов районного бюджета на 2022 год запланирован в сумме 783 1006,6 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 10 миллионов рублей. Расходы на 2023 год составляют 725 959,9 тысяч рублей, в том числе из них условно утвержденные расходы в сумме 20 миллионов рублей. Дефицит районного бюджета на 2022-2023 годы запланирован с нулевым значением. Что касается доходов, доходы районного бюджета в 2021 году прогнозируется в объеме 701 237,3 тысяч рублей. В структуре доходов поступления налоговых и неналоговых доходов на 2021 год прогнозируется в сумме 107 511,3 тысяч рублей, с небольшим увеличением на 4,5% к ожидаемому исполнению бюджета по налоговым и неналоговым доходам в текущем году. В структуре доходов, как и прежде, основными доходными источниками являются налог на доходы физических лиц. Доля данного налога в общем объеме собственных доходов составляет 53,7%. На 2021 год запланировано поступление налогов в сумме 57,717,8 тысяч рублей, с ростом к 2020 году на 3,216,2 тысяч рублей. Сумма налога на доходы физических лиц определена, исходя из фактического уровня поступлений налога за 9 месяцев 2020 года, ожидаемого поступления за 2020 год. Информацию о налоговой, федеральной налоговой службе по Красноярскому краю, предоставленной в соответствии с приказом номер 65 и норматива зачисления налога на доходы физических лиц в бюджет района в размере 28%, а также с учетом ежегодного увеличения среднегодового индекса потребительских цен. Второй наиболее значимый доходный источник – это доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки. Доля данного доходного источника в общем объеме собственных доходов составляет 34,6%. На 2021 год запланировано поступление в сумме 37,219,6 тысяч рублей, что выше оценки 2020 года на 2,660,4 тысяч рублей. По данному источнику доходов прогноз поступления на 2021 год определен на основании данных главного администратора доходов бюджета – это управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района. Доля этих двух доходных источников в общем объеме собственных доходов составляет 88,3%, или 94,937,4 тысяч рублей. Остальные доходные источники составляют 11,7% или 12,573,9 тысяч рублей. К ним можно отнести налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Доля данного налога в общем объеме собственных доходов составляет 4,6%. На 2021 год запланировано поступление в сумме 4,9 тысяч рублей, что выше оценки 2020 года на 1,431,8 тысяч рублей. Рост обусловлено увеличением норматива отчисления в бюджет района с 50 до 70%, а также отмены с 1 января 2021 года системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Плата за негативное воздействие на окружающую среду доля данного налога в общем объеме собственных доходов составляет 2,8%. На 2021 год прогнозируется в сумме 3,052,000 рублей. В 2021 году прогнозируется поступление доплаты по итогам декларирования за 2020 год и 3 авансовых платежа в размере 1,4 части суммы, плаченной за 2020 год. Также учтены платежи, носящие разовый характер. В сравнении с ожидаемым исполнением 2020 года снижение на 1,523,7 тысяч рублей, так как в 2020 году были поступления от МОП «Альчинский транспорт» по декларации за прошлые периоды. Что касается доходов, получаемых от аренды муниципального имущества, на 2021 год запланированы в сумме 1,628,3 тысячи рублей. Это на уровне 2020 года, исходя из начисления по действующим договорам аренды и срока их действия. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – это родительская плата за содержание детей в детских и дошкольных учреждениях. На 2020 год прогнозируется в сумме 1,250,1 тысячи рублей. На основании данных предоставлено главным администратором данного дохода – это Управление образования администрации Альчинского района. Что касается штрафов в санкции возмещения ущерба, доля данного источника в структуре доходов 0,4%. На 2021 год запланировано поступление в сумме 426,1 тысячи рублей. На основании данных предоставлено главным администратором доходов со снижением к уровню 2020 года на 986,5 тысячи рублей. Доходы от продажи земельных участков на 2021 год запланированы в сумме 291,5 тысячи рублей. Налог на прибыль организации запланирован в размере 295,5 тысячи рублей. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности запланирован на 2021 год в размере 265,5 тысячи рублей. Это со снижением к уровню 2020 года на 795,5 тысячи рублей в связи с прекращением действия данной системы налогообложения с 1 января 2020 года. Поступлению ожидаются только платежи за 4 квартал 2020 года. Что касается единого сельхозналога, запланировано 146 тысяч рублей с ростом на 14 тысяч рублей по отношению к 2020 году. Налог, взываемый в связи с применением патентной системы налогообложения, это 150 тысяч рублей с ростом на 124 тысячи рублей. По сравнению с 2020 годом в связи с переходом с 1 января 2020 года части налогоплательщиков, ранее использующих ИНВД на патент. Что касается безвозмездных поступлений на 2021 год, прогнозируется в сумме 593 миллиона 726 тысяч рублей. Главным образом на основании проекта закона Красноярского края о краевом бюджете на 2021 год и плановый период 22-23 годы. По сравнению с оценкой на 2020 год прогнозируется снижение поступлений на 43 миллиона 158,4 тысячи рублей или на 7,3 процента. Здесь следует отметить, что распределение значительного объема краевых средств производится в течение финансового года. Также в структуре доходов районного бюджета на 2021 год дотации составляют 230 миллионов 765,6 тысяч рублей или 32,9 процента к общему объему доходов бюджета на 2021 год. Читаете и доводите информацию, соответственно, абсолютно в разнобой. То есть у вас идет структура доходов записки в одной, как бы идет последовательность, но читаете совершенно в другой. У нас депутатский корпус нового, не все депутаты могут воспринимать эти цифры на срок. У нас бы, когда вы читаете доклад, чтобы он соответствовал с пояснительной запиской. Потому что вот я сейчас сижу со страницей границей, да и рисовываюсь на какие-то цифры, о которых вы говорите. Хорошо. Вы же понимаете, что разнобойцы говорите или нет? В докладе изложены доходные источники по доле, которую они занимают в структуре бюджета, в структуре доходов. По занимаемой доле. Пояснительной, да, по иерархии КБК. Вы понимаете, вот они сидят, читают, как бы, и не понимают, а, собственно говоря, одно, второе, видите, да, по цифре зависит. Я прошу, что вы про расходы будете рассказывать все-таки в соответствии с пояснительной запиской. И надо почитать не заразить. По структуре расходов, вот расходы районного бюджета, здесь вот в плане опять страницы, я беру, где и место поставлю. Какое, что? Расходы районного бюджета. Еще раз говорю, мы сегодня не сможем рассмотреть все это. Поэтому я все-таки... Тогда предлагайте. Тогда я предлагаю все-таки, весь, всю структуру расходов не рассматривать, все-таки рассмотреть какие-то, ну, давайте, две программы расходов, так, в рамках нашего времени. Поэтому я вот прошу вас, какие мы программы сегодня можем рассмотреть. Программа ЖКХ, она интересна всем, так? Я думаю, программа ЖКХ за 5 минут. Мне вот вопрос вообще, у меня вообще предложение, что по бюджету надо вынести отдельно, отдельно проводить комиссии, именно чисто по бюджету. Там уже смотреть, по ЖКХ бюджет, там и так далее. Чисто бюджет, надо понимать, потому что это очень серьезно, время пока есть, и торопиться, я думаю, смысла нет. На самом деле я поддерживаю эту репрессию, потому что вопрос на самом деле серьезный. Бюджет района, тем более перспективный на два года вперед, невозможно за 10 минут обедить. Все-таки надо будет профильную комиссию создать, на это выделить не один час. Кто за это приглашение, прошу вас и вам. Ждя нагласна, спасибо.